Хорошо. Ну что ж, и приветствую тех, кто присоединился. Приглашаю знакомство к тем, кто первый раз к нам пришел и меня уже представили. Поэтому я не буду останавливаться на своей истории, потому что она очень большая и очень долгая. Событий, сколько я прожила даже в тысячу лет по прожитости, не уложится. Хочу сказать, что важно развитие человека. То есть на своем жизненном пути, почему я получила к этому моменту времени такие результаты, потому что я все время развиваюсь, все время раскрываю свои возможности. Я вкладываю в свое обучение, я всегда обучаюсь. И могу сказать каждому из вас, тем, кто занимается своим развитием, что вы будете успешны, потому что те, кто развиваются, их ведут всегда высшие силы. И высшие силы выводят человека на траекторию жизни и траекторию решения задач. Поэтому я вам желаю на этом пути успехов. И мы сегодня с вами идем в новый путь. Будем обсуждать новые темы, новые модули курса, которые я представляю. На прошлом вебинаре мы с вами обсуждали причины старения. Мы с вами рассмотрели платный, мы первый модуль рассмотрели курса «Шокирующие секреты для сексуальности, для стремительного омоложения здоровья». Вы уже почувствовали, что практики работают. Очень интересные отзывы написали уже здесь в чате, но чат так быстро пролетает, что отзывы уже ушли вниз. Я вам могу зачитать отзыв Татьяны Коноваленковой, которая вчера написала, что Инна вы замечательный тренер, очень приятная, доброжелательная. Вчера присутствовала на вашем вебинаре. И не все упражнения проделала, но даже те, которые проделала, изменения мгновенные, хочется идти до конца, хочется оставаться молодой, красивой. Особенно мне интересны упражнения для позвоночника и гимнастика для лица. Если на вчерашнем вебинаре, проделав простые упражнения, я получила такие заметные изменения в самочувствии, то, конечно же, я ожидаю весомых результатов при регулярных занятиях. Подобных упражнений в интернете можно найти в огромном количестве, но хочется более структурированной информации с объяснениями человека, которому доверяешь, который все проверил на право, на работы. Также интригует блок занятий, связанный с раскрытием сексуальности и омоложения. Это, наверное, самое заманчивое в тренинге для меня. В-третьих, мне нравится Инна как человека, как тренер. Доброжелательная, отзывчивая, всегда делится в свои рассылки самым интересным и полезным. Думаю, что этот тренер поможет мне поддержать себя в форме и быть самой-самой для своего мужа. Ну вот, то есть это самое важное, что мы, собственно, хотим получить. Давайте на видео не будем отвлекаться, если я сейчас не буду, будет подвисать. И поэтому про видео не пишите, когда мы начнем заниматься с лицом, тогда видео я включу. Поэтому не отвлекайтесь, пожалуйста, на это. Смотрите те слайды, которые я ставлю. Слайды я буду менять. Ну что ж, я верю, что у тех, кто будет работать в этом тренинге, будут гарантированные результаты. У нас антивозрастная программа минус 10 лет. То есть моя задача, чтобы у вас 10 лет долой, и вы выглядели гораздо моложе, вы чувствовали себя на эти 10 лет моложе, здоровее, энергичнее. Кто хочет получить такие результаты, ставим плюсики. Уже сегодня вы почувствуете большую разницу в своих состояниях и поймете, что курс работает, и что я верю, что у вас желание появится его приобрести. Окей, отлично, плюсики пошли. Спасибо. Спасибо, дорогие мои красавицы. Ну что ж, сегодня мы познакомимся с другими модулями курса. Те, кто новички, первый раз сегодня пришел, еще не знакомы с этими модулями курса, во время того, как я рассказываю, вы можете познакомиться. Вот ссылочка, скопируйте ее в строку браузера, пройдите или нажмите кнопочку заказать. Там тоже есть программа модули курса. Какие есть другие модули курса? Мы будем работать с вами на... А, хорошо, давайте я вопросик задам такой. Скажите, пожалуйста, что для вас критерий молодости? Вот как выглядит человек молодой? Какие критерии внешнего вида, ну, может, внутреннего состояния вы считаете молодыми? Подвижная осанка-походка. Так, еще. Здоровый дух. И внешние критерии, обратите внимание. Здоровый дух, он, его не пощупаешь. Давайте измеримые критерии. Измеримые критерии, как, например, осанка-походка, это 100%, да? Потому что чем ближе к старости, тем человек начинает склоняться к земле. Поэтому давайте измеримые критерии молодости напишите. Горят глаза без морщин, светится изнутри ровная спина. Еще. Ну, вспоминаем, вспоминаем молодую девушку. Какая вы были молодая? Что у вас было? Кожа, как выглядит кожа, наслаждение жизнью, цвет кожи, здоровье, физическое развитие, взгляд, волосы бесседины. Да, я тоже повторяла на прошлом семинаре. Волосы обязательно, да? Потому что волосы седеют, они уже говорят о возрасте. Грационная энергия. Измеримый результат, измеримые критерии, которые можно пощупать. Энергию пощупать не все могут. Упругая грудь, да, Надежда, да. Овал лица, да. Состояние кожи рук, волос, шеи, да. Лицо без морщин, тонкая талия, да, девушки. Вы начинаете вспоминать. Значит, очень хорошо первые уроки усвоили. Отлично. Да. Поэтому смотрите. Мы сегодня с вами рассмотрим модуль на раскрытие потенциала сексуальности и женственности. А что же, собственно, за секретные практики техники тайного избранного общества белых тигриц? Какие критерии молодости здесь описаны? Ну, конечно же, упругая грудь. Почему упругая грудь? Прежде всего, вот буквально недавно какая-то передача была, и мужчина один говорил, как он отзывается о женщинах, что... Ну, как-то он так сказал, что мужчина смотрит не на лицо, а на грудь. То есть, ну вот, если мы берем противоположный пол, то для них очень важно, собственно, какая грудь у женщины. Потому что с возрастом грудь начинает становиться пустой. Почему она падает? Почему она теряет форму? Из нее сок жизни начинает уходить. Она становится пустой. То есть, ну, фактически, это можно то же самое и про лицо сказать, да? Почему лицо обвисает? Что мышечный каркас слабеет. Так это на всем теле. Точно так же и грудные железы. Там тоже есть определенные мышцы, которые под железами, которые можно тренировать и тем самым поддерживать грудь упругую. И сегодня мы с вами познакомимся с такой практикой. Кроме того, с профилактикой болезни груди и половых органов. То есть, проведем профилактику на онкологию. И давайте поговорим. То есть, сейчас мы с вами работаем с модулем курса, который касается раскрытия потенциала сексуальности и женственности и на оздоровление, на омоложение и оздоровление. Поставьте плюсик. Так, знаете ли вы, какие отношения мужчины и женщины ведут к омоложению, а какие несут старость и разрушение? Потому что это принципиально разное поведение в отношениях мужчины и женщины. Вот какие отношения старят, а какие отношения омолаживают? Знаете ли вы, это плюсик, да, минус, нет. Вот секс к омоложению, как раз сейчас об этом и поговорим, что Алла написала, что секс ведет к омоложению. И в обществе говорят, вот женщине нужен партнер для секса и отношений, чтобы у нее не было женских болезней. Тогда скажите, Алла, если это так, почему наши поликлиники заполнены очередями женщин, которые как раз имеют семейные отношения? То есть, возможно, вопрос в том, что секс сексу рознь, что есть какие-то знания, которыми не пользуются и поэтому отношения разрушают и старят, а есть, которые ведут к омоложению. Поставьте плюсик, у кого есть партнер или муж, постоянные сексуальные отношения, но все равно есть женские заболевания, к сожалению. У кого такая ситуация? Роман у нас присутствует мужчина. Роман у нас сегодня для женщин занятие, поэтому вы можете пригласить свою женщину на это занятие. Муж есть заболевания, нет? Ну, скажем, или у кого-то были. Вот постоянные сексуальные отношения есть, но, например, все равно какие-то были процессы воспалительные или так далее, так далее. Я думаю, что это было у каждой женщины. Может, кто-то сейчас стесняется и не хочет это опубликовывать, но на самом деле это в течение жизни было у каждой женщины, потому что я не знаю ни одной женщины, которая бы не ходила в поликлинику, не проверялась и как-то себя не поддерживала. То есть, что я хочу сказать? Иметь партнера и секс – это не критерий, это не гарантирует здоровой жизни. Кто со мной согласен? Вопрос в том, а что тогда гарантирует, да? То есть, значит, нам нужно с вами узнать, а какой, собственно, секс омолаживает и приносит радость, здоровье, энергию, а какой разрушает и старик. Вот с этим мы с вами сегодня будем знакомиться. Оксана, у меня не было проблем, ходила только на консультацию во время времени. Так, курс, который я вам представляю, он охватывает всю систему сферы омоложения. То есть, это не касается только лица, или только тела, или только раскрытия сексуальных каких-то возможностей новых. Это именно система, которая построена на моем собственном опыте и на знаниях, которые я получила от наставницы древних тайных знаний. Это было в Шри-Ланке, где я встречалась с этой женщиной. И первый аспект, который мы сейчас с вами давайте поговорим, я немножко расскажу. Не все знают, что это за такое избранное общество белых тигрец, какие у них есть секретные практики. То есть, это последовательница даосизма такого направления. Они знают, как владеть сексуальной энергией. То есть, самой могущественной из энергий, известных человеку. Почему она могущественна? Потому что это нижние чакры, нижние центры. Если печка внизу горит, она дает энергию в другие чакры. Поднимается вверх энергия. Хватает на обработку тогда даже каких-то умственных задач достаточной энергии. Если внизу печка не горит, то подняться энергии вверх достаточно сложно. То есть, достаточно мощная энергетика, которую можно владеть как реактором. И чем отличается, значит, это направление? Эти женщины, они использовали эту энергию для достижения здоровья, молодости и долголетия. Кроме того, для бессмертия духа. То есть, они понимали, что потом душа уходит еще и живет, продолжает свой путь просто в другом мире. То есть, это очень духовное течение. Вот белая тигрица – это женщина, которая практикует даосские практики. Такие особые сексуальные духовные методики. И с помощью них она возвращает красоту и молодость. И, конечно же, раскрывает свои возможности. Женские возможности, свои задачи женские. А бессмертие духа еще означает, что такое, что, во-первых, прожить долгую жизнь при лучшем здоровье, молодо при этом выглядеть, чувствовать себя молодой, а после смерти достичь просветления сознания. Ну, кто-то и при жизни просветления сознания достигает. Секрет омоложения через раскрытие сексуальности в том, что вы используете ее как способ для вашего духовного развития. То есть, если использовать сексуальную энергию, как говорят в народе, просто для супружеского долга, то, конечно, этот процесс будет старить и накапливать болезни. Если это использовать для своего духовного развития, для накопления энергии, не для того, чтобы энергию потратить. Вспомните обычно, как происходит. При сексе идут очень большие затраты энергии. Если у человека очень слабый потенциал, он потом несколько дней восстанавливается. Кто со мной согласен? Кто чувствовал опустошение? То есть, если в таком смысле сексуальное отношение, энергия затрачивается, и тогда этот процесс начинает накапливать болезни. Если использовать для накопления энергии, а для этого есть свои определенные практики, то вы получаете не только наивысшее состояние, ощущения, чувств, но кроме того, этот процесс будет омолаживать. Почему? Потому что появляется новая энергия. И, то есть, вот немножко я вам рассказала, белые тигрицы – это те, кто использует сексуальные практики и секс как естественное, совершенно эффективное средство вернуть молодость. И, кроме того, возможность духовной трансформации пройти. Интересно ли вам восстановление молодого возраста и физической формы вот в этом аспекте? Поставьте плюсики. Ну, давайте знакомиться тогда с очень древним и единственным в своем роде восточным сексуальным учением. Используя практики этого курса, вы будете омолаживаться в зависимости от того возраста, в котором вы обратились к практикам. И от того ущерба, который возраст нанес. То есть, как говорится, кто-то изнашивает свой организм очень быстро, а кто-то проживает жизнь, заботится и тогда, конечно, сохраняет. Сегодня наш разговор с вами идет о работе с энергетическими центрами. Будем работать с энергетическим полем, с вашими чакрами, с центрами, отвечающими за оргазм. Проведем целительную практику. Если какие-то есть процессы, связанные с миомами, с кистами и так далее, сделаем мощный оздоровительный импульс для этих органов вашего тела. И, конечно же, поработаем с супругостью груди и активностью ваших половых органов. Но вначале давайте поговорим о женской роли в отношении. Как вы считаете, если у женщины много энергии, будет ли она любима мужем, будет ли она интересна ему, будет ли он стремиться к такой женщине в созданный ей уют? У нее много энергии, она такая батарейка. Да, да, конечно же, да. То есть мы здесь с вами все женщины, нам как бы друг от друга скрывать нечего. И поэтому наша задача с вами выбрать те способы, которые дают накопление энергии. Потому что, когда мужчина будет приходить домой, он будет просто преподать к вам, если у вас много энергии, просто как к источнику энергии. Он будет насыщаться этой энергией. Он будет хотеть пополнить свои энергетические запасы, потому что он ушел в социум для того, чтобы решать какие-то задачи. Там спасение мира, сохранение мира, общества и так далее, и так далее. И он потратился, чтобы принести в том числе доходы какие-то, чтобы принести какие-то подарки. Он затратился, и он пустой. И тогда он знает, что, например, дома есть любимая женщина, которая источник для него. А если он не получит энергии от жены дома, например, женщина работает с утра до вечера, например, она тоже занята и вынуждена заботиться точно так же о доходах, о детях и так далее, и когда он приходит, то не получает от женщины энергии. Согласны ли вы, что мужчина еще больше будет уставать, и его дела будут идти плохо? Видите вы эту связь? Плюсики ставьте, если да. Или какие-то другие варианты. Да. Да, да, да. Спасибо. То есть я хочу сказать, что женская сексуальная энергия всегда вообще женская энергия, она всегда привлекательна для мужчин. И я всегда говорю, когда работаю с женщинами, что настоящая женщина, это та женщина, в 33 километрах от которой любой мужчина на нее реагирует. Почему? Ну, от нее волна жизни идет. Причем эта волна, она ощущается на уровне запахов, на уровне энергетики, на уровне чего-то неосязаемого, что реагирует. И наверняка вот кто-то из вас, если вы ездили по святым местам или по местам силы, или были в тех местах, где вы наполнялись энергетикой, вы наверняка замечали, что когда вы возвращаетесь домой, на вас как-то по-другому мужчина реагирует. Было у кого-то такое? Я просто объездила очень много мест силы, и я знаю, что такое, когда у человека обновилась энергетика. И очень много было случаев, когда женщины писали, «Ой, я просто уже не могу, на меня все внимания обращают, все со мной, вот, и вы пишете, да, 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 вижу». То есть теперь тогда вы знаете, что такое, когда от женщины идет волна энергетики, да. Ну, потому что это же естественные процессы, нет ничего в мире, ценнее энергии, согласитесь. Ради этого к ногам женщины, мужчины все бросают, и состояние, и жизнь. И такой мужчина будет готов и мамонтов приносить для женщины, покорять вершины и так далее. Ну, конечно же, тогда наша цель женская, когда мы живем свою жизнь, наша цель какая? Набираться энергии, набираться энергии, наполняться, посещать такие места, которые дают энергию. И самое прекрасное, мне сегодня написала одна женщина, и она сказала, что я хочу поехать в Таиланд с вами по святым местам, чтобы наполнить энергией и принести это в свою семью, для своего мужа. Ну, конечно же, да, то есть, когда мы куда-то едем, не забывайте о том, чтобы это событие для вас было, оно вас наполняло. И когда вы возвращаетесь потом, все начинает меняться, вокруг вас крутится. И, конечно же, если мы наполняемся энергией, это поддерживает прежде всего и здоровье, и молодость, и сексуальность. И, конечно же, семья начинает процветать. Если женщина полная, вот, полная ощущениями, какими-то состояниями, ну, конечно же, она это несет в свою семью, семья будет полная. Вот. Но я точно такая же, как вы. Я точно такая же, и я точно так же, я же живой человек, я точно так же иногда устаю. Просто я знаю вещи, просто я владею практиками, владею знаниями, которые восполняют эту усталость. И, обратите внимание, у меня реализация на работе не с одним человеком. Это бывает и 500 человек, и на 1000 человек. Но я рассчитана на, скажем, на такую затрату по энергетике, но я и рассчитана по наполняемости, по энергетике. Именно поэтому я знаю какие-то практики. И поэтому, конечно же, я с вами поделюсь. И первое, что мы с вами сегодня сделаем, одно из практик, одно из, скажем так, техник этого курса, мы с вами поработаем с энергетическими каналами, центрами, чтобы энергия могла свободно по ним протекать, и чтобы вы могли исцелить себя от каких-то женских заболеваний, если они есть, или что-то, если какие-то блоки, может где-то непроходимость. Ну и главное, что качество сексуальных ощущений, чтобы у вас на порядок повысилось. И для начала мы с вами начнем заниматься с массажа груди, такую практику. Сейчас я вам включу видео. Секунду. Секунду. Так, вот, видео есть? Да, все, вижу. Вы меня видите? Поставьте плюсики, если видите. Да, угу, хорошо. И одна из практик накопления сексуальной энергии, это практика массажа груди. Если у вас есть возможность, то, конечно, лучше это делать на раздетое тело. Нет, экран больше, к сожалению, не делается, поэтому только так. Если, значит, у вас возможность не позволять сейчас раздеваться, то можно это сделать, можно это сделать с одеждой. Ну и, конечно же, потом уже, когда дома будет возможность, может быть, вы будете ложиться в кровать, или, например, это можно делать в ванной, когда вы душ принимаете, очень эффективно, потому что там скольжение хорошее и так далее. Если намыливаете, то можно делать в душе. И такой массаж, он очень эффективен для здоровья и молодости. Его можно делать каждый день. Здесь нет противопоказаний. Он положительно влияет на состояние молочных желез. И вообще на здоровье женщины в целом. Ну, конечно, для профилактики онкозаболеваний. Сейчас задача в том, чтобы ваша спина была прямая. Вот представьте, что можно сделать, выпрямите спинку. И представьте, что вы елочная игрушечка, и вы на ниточке висите. И у вас такая ровная шея вместе с позвоночником. То есть обязательно задача любой практики, чтобы спинка и шея была как будто бы к стеночке прислонены, вот ровно по одной линии. И с чего мы начинаем? Мы начинаем с вами с образа молодости. Можно для этого дыхания пять раз мы сделаем глубокий вдох, дальше мы задерживаем дыхание на пять счетов и делаем такой же выдох. Можно закрыть глазки и представить себя в том молодом возрасте, в котором вы хотите себя видеть. можно с открытыми глазами. То есть наша задача сейчас настроиться на образ молодости. И начинаем. Делаем глубокий вдох. Задержали. Настраивайтесь на образ молодости. Раз, два, три, четыре, пять. Глубокий выдох. Увидите себя в том состоянии, в котором вы хотите себя видеть. То есть это обязательно, потому что если мы не программируем свое сознание, подсознание, то результат гораздо меньше. Еще раз сделаем глубокий вдох. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. Глубокий вдох. Образ молодости. Раз, два, три, четыре, пять. Выдох. И последний раз. Глубокий вдох. Раз, два, три, четыре, пять. И выдох. Вы выдохнули. Молодцы. Теперь. Сейчас я чуть-чуть камеру опущу, чтобы вам показывать. Так. Думаю, что так нормально. Значит, что мы теперь делаем? Ладошками, вот этой частью, такую, чтобы это было глубокое. Мы делаем массаж груди то по часовой стрелке, то против часовой стрелки. Так, положили, разогрели ручки. Ручки надо подготовить к работе, чтобы они были энергетически наполненные. Значит, движения нежные, но обязательно, чтобы не было никаких болезненных ощущений. Если болезненные, то совсем нежно прикасайтесь. Если нет никаких болезненных ощущений, можно поглубже. Итак, положили руки на грудь и начинаем делать массаж по часовой стрелке. По часовой стрелке и делаем, закручиваем такую спираль. Спиралькой мы делаем. То есть, вращательные движения, может вы какие-то будете ощущать зоны. И делаем в течение 30 секунд в одну сторону, а потом поменяем. Вот сейчас самое главное во время выполнения массажа вызываем к себе ощущение любви. Вот направьте всю свою любовь к своим молочным железам. всю свою любовь, что вы, вот тело так давно просило, ну позанимайся со мной, ну обрати на меня внимание, нам всё некогда, некогда. И вдруг мы начали обращать внимание, а куда мысль, туда энергия. И представьте, мы сейчас всю свою любовь концентрированно отправляем в зону своей груди. И что у нас получается? Туда начинает идти энергия. И в другую сторону продолжаем. Если у кого-то есть мастопатия, представляйте, что ваша грудь здоровая, её ткани абсолютно однородны. Это очень полезно для молочных желез. Делаем другую сторону. И концентрируемся, концентрируемся. Прощупываем зоны. Прям можно до основания, доходить до основания. И потом приближаться к соскам. И в другую сторону пошли. Раскручиваем спиральку от сосков. И уходим к основанию. И ещё раз концентрируемся на любви. Ощущаем при этом связь с гипофизом. Представьте, что в голодном мозге где-то у вас есть гипофиз. А он центр выработки половых гормонов. В другую сторону давайте. Вот представьте, как энергия гипофиза, голубой маячок, лучица, и растекается по всему вашему телу. Закройте глаза. Представьте, что в вашем головном мозге есть эта зона гипофиза где-то. Из неё начинает лазер голубого цвета растекаться по всему вашему телу. И вы чувствуете любовь и благодарность за то, что вы делаете, за то, что вы уделяете себе внимание. И в другую сторону. И купайтесь в этом голубом цвете. Очень мощный поток пошёл. Молодцы, молодцы. Получается. Отлично. Отлично. Теперь положите руки. Просто от рук сейчас идёт очень мощная энергия. Глазки закройте. Ощутите себя королевой. Почувствуйте сейчас те ощущения, которые в груди вы чувствуете. Сейчас кто-то почувствует сильный жар. У кого-то, если есть какие-то сердечные блоки, сердце больное, этот центр сейчас может сердечно раскрыться. Любите себя. Почувствуйте себя самой сексуальной. У кого есть менструальный цикл, скажите себе, мой менструальный цикл становится регулярным. Ну, то есть, тоже дополнение к той программе, которую мы сейчас запускаем. Всё. Спасибо. Возвращаемся. Возвращаемся в чат. Напишите свои ощущения, состояния. Очень важна обратная связь. То есть здесь, смотрите, речь идёт не о просто, не просто, а о каком-то вихревом прикосновении. Речь идёт именно о состоянии любви к себе. Потому что без этого этот массаж, конечно, не работает. Если, да, вот теплую жару груди, тепложенство, да, жарко и приятно пошло, да, то есть без любви массаж не работает. Важно, что вы в этот момент думаете. Как вы запускаете эту программу омоложения. Так, стало очень горячо, заболели плечи и спина. Ну, значит, Диана, вам надо массаж, наверное, сделать. Скажите в кабинет, в кабинет массажный. У вас, наверное, там блоки, потому что если при этом болит плечи и спина, значит, там мышцы все зажатые. Елена, чувство наполненности в груди, ощущение счастья. Светлана, умеренно тепло. Татьяна, ну, очень приятно. Светлана, пульсация в груди. Убирается ли небольшая асимметрия груди при таком массаже. Елена, вообще грудь по своей природе асимметрична. Это нормально. Есть ли смысл убирать асимметрию? Это природой заложено. Одна грудь немножко больше, чем другая. Элия, славлена, жар, вибрация во всем теле, кайф, руки заболели. Так, у кого ручки заболели, делаем вот такие стряхивающие движения. Только вниз опустите, я вам показываю. Стряхните немножко ручки, напряжение. Так, да, блоков много. Конечно, обязательно. Жарко, тепло, приятно. Жар пошел. Да, то сейчас мы сделали только в одной части. Конечно же, нам сейчас нужно еще и поработать с половыми органами. Потому что здесь мы прокачали, теперь надо снизу жар зажечь, чтобы печка поднялась, печка этой энергии поднялась вверх. Да, ощущение, что грудь стала больше. Валентина, да, согласна абсолютно. Почему? Потому что кровь начинает активно наполнять грудь. Это не просто ощущение, это на самом деле так. Кровь начинает наполнять грудь, идет туда питание. То есть, если там, я почему говорю про мастопатию, если есть какие-то узелки, то туда идет энергия, она несет, идет туда кровь, она несет питательные вещества, начинается расслабление проблемных каких-то зон. Так, спасибо. Арина, по делу расслабления, покой. Людмила, ощущение увеличения груди, жар, спидне. Как заниматься сексом мужчины, которого не любишь? Вообще, Рита, вот это очень опасно, потому что если заниматься сексом с мужчиной, которого не любишь, это стопроцентное старение организма. Ну, давайте вспомним, почему проститутки так быстро стареют. Они выглядят, ну, может, даже, скажем, внешне не определишь сильно на лицо, но изношенность внутренних органов это очень мощная. Дальше они просто чернеют по энергетике и в них половые органы начинают изнашиваться и, ну, можно сказать, сохнуть. Ну, вот, есть, например, в курсе, в курсе есть такой момент, где я объясняю, почему проститутки стареют очень быстро. Ну, сейчас, как бы, это не моя задача, но, на самом деле, так происходит, потому что есть такой закон даже, заповедь Божья не прелюбодействует, без любви не действует, если есть любовь, действует обязательно, поэтому, конечно же, заповеди Божьи нужно выполнять, что делать, если это муж, но здесь, конечно, да, эмоционально выгорает. Здесь вы только сами этот вопрос можете решать, на самом деле, как бы, каждый сам выбирает, с каким человеком он идет в свое будущее. Итак, моя задача показать вам, добавилось, прибавилось ли у вас энергии, поставьте пятерочки, если да, то есть, я работаю на практике, которая увеличивает энергию. У кого после этой практики, но ощущение наполненности, есть, да, отлично, окей, спасибо, хорошо, сегодня мы, конечно же, все практики пройти не сможем, и эти практики вообще рассчитаны на три месяца по работе с грудью, то есть, на сто дней, и те, кто заинтересовался другими практиками наполнения груди и поддержания ее в упругом состоянии, профилактика болезни груди-онкологии, то рекомендую вам вписаться в курс, потому что за сто дней вы получаете тот результат, который вы, собственно, в начале уже планируете, мы обговариваем, какие у вас есть пожелания по работе с грудью, и дальше ваш мужчина будет восхищаться вами, но сразу скажу, что даже после одного вебинара результаты уже есть, поэтому сами подумайте, что тогда будет после даже одного месяца занятий или больше, да, поэтому рекомендую вам обратить внимание на этот модуль, прорабатывается точно так же, как и работа на омоложение лица, очень много мы уделяем времени практикам работы с грудью, и дальше следующие практики в этом модуле, это практики работы с половыми органами, то есть они точно так же стареют, точно так же они высыхают, точно так же там мышцы, которые нужно поддерживать в тонусе, и сегодня мы проведем одну практику из курса, мы с вами сейчас будем делать дыхание яичниками, вот такую практику, собирать сексуальную энергию, впитывать ее в себя, поднимать ее выше, готовы, ставим плюсик, когда я работаю с этой практикой, результаты показали, что увеличивается кровообращение в органах малого таза, дальше, как следствие, нормализуется деятельность органов, и конечно же опять же это профилактика миома, фибромиом, кисты и так далее, происходит наполнение энергии. Хорошо, готовы, сидим прямо, снова садимся прямо, спинка прямая, шея прямо, плечики немножко назад, развели, стопы ног параллельно друг к другу на ширине плеч, то есть ноги не сжимаем, расслабленно, на ширине плеч, поставили ноги, свободно, руки положите ладонями вверх на колени, как при медитации, мы ладошки поднимаем, чтобы энергия впитывалась свободно с этим дыханием. И закрываем глаза, настраиваемся на образ молодости, делаем глубокий вдох, представляем себя в возрасте, в котором вы себя видите молодом, делаем глубокий вдох, задержка раз, два, три, четыре, пять, глубокий выдох, ощущаем стопы прижаты к полу, ощущаем руки на коленях и продолжаем наполнять свое тело любовью к себе, что мы очень соскучились по своему телу, что мы очень не 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 заним заним улыбнитесь вспомните какие-то приятные моменты как вам хорошо сейчас настроечку делаем сейчас принесите ладошки на области яичников кто не знает где они находятся положили ладошки на два три пальца выше лобка по обоим сторонам и начинаем делать массаж этого места точно так же по часовой стрелочке по часовой стрелочке начинаем массаж делать яичников против часовой то есть сначала чтобы мы устанавливаем связь с этими органами и для этого делаем массаж ощущаемся как яичники разогреваются чтобы пошла энергия туда настройка у нас идет и когда вы это делаете энергетика может почувствоваться по-разному у кого-то может покалывание начаться кто-то может почувствовать набухание если есть какая-то напряженность в этом месте тем более делаем такой спиральный массаж в этой области то в одну то в другую сторону спиральку раскручиваем представьте что ваши яичники это легкие а вход во влагалище это ваш рот и сейчас мы с вами будем дышать яичниками на вдохе вы втягиваете поток того света который вы увидите кто-то золотистого цвета кто-то розового кто-то белого кто-то серебристого то есть через рот как через влагалище мы на вдохе мысленно делаем такое втягивание да и в этот момент сокращение сокращаем все мышцы внизу живота поднимаем их вверх то есть у йоги это корневой замок ладбанху делаем а на выдохе расслабляем все мышцы внизу живота и выдыхаем тот цвет который выйдет а он может быть грязный он может быть серым он может быть ну каким-то другим может быть и вот таким образом нам нужно с вами дышать приготовились начинаем делаем вдох втягиваем свет сокращаем мышцы живота раз два три четыре пять на выдохе расслабляемся мышцы живота выдыхаем свет который другой выше яичники легкие вход во влагалище руд еще раз вдыхаем розовый золотистый серебристый свет вдох младбанха подняли все мышцы раз два три четыре пять выдохнули свет вычистили то что напряжение боли проблемы болячки выдох все выдыхайте руки у нас на яичниках сейчас не вижу света значит вы энергетически не научились пока работать представляете слушайте что я говорю и представляете тогда еще раз вдох вдохнули свет сократили мышцы живота раз два три четыре четыре пять на выдохе все расслабили выдохнули еще раз вдох сократили мышцы раз два три четыре пять на выдохе выдохнули напряжение боли проблемы болячки еще раз вдох золотистый серебристый свет подняли все мышцы живота держим раз два три четыре пять на выдохе выдохнули все проблемы и последний раз вдох задержали младбанха мышцы кверху на выдохе держим раз два три четыре пять на выдохе выдыхаем все из себя проблемы болячки все выдыхаем глазки не открываем не отрываемся дальше сейчас будем работать сейчас чувствуем что происходит чем больше мышц живота мы сейчас задействуем тем лучше вообще нужно делать это упражнение до ста таких вдохов выдохов ну конечно вы делайте столько сколько вы сможете сделать и мы с вами сейчас сеанс целительства проведем и наполнимся энергией оргазма но не того который выбрасывает энергию которую наполняет и ручки на яичниках ножки расслабленно стоят сейчас чувствуем энергию которая протекает по ногам к половым органам поток пошел пошел голень колено бедро и наполняет эту энергию сладострасным тянущим ощущения внизу и усиливается поток энергии усиливается и переходит уже в лавину ощущений чувствуем гоним этот поток вверх в матку хорошо 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 еще еще открываемся открываемся чувствуем поток идет через ноги он волной идет одна волна вверх наполнила следующая пошла голень бедро следующая пошла ощущаем сейчас всю эту сконцентрированную энергию мысленно еще выше подняли в область пупка подтягиваем теперь эту энергию из матки в область пупка потому что там центр сохранения энергии у нас положили ладошки на центр пупка и массируем его теперь по часовой стрелке и против часовой стрелки и подтягиваем еще и потоки волна за волной идет те волны которые снова поднимаются девятым валом нахлыновает на предыдущие и все стекаются теперь в область пупка поднимаем ее теперь там это море энергии попробуйте обратить в область улыбки улыбнитесь этим местом представьте что ваш животик сейчас улыбается и купайтесь в этих ощущениях которые возникают от передвижения энергии волна идет за волной поток не останавливается потому что и у кого есть блоки кто ничего не чувствует невозможно один раз волну прокачать получаем те приятные ощущения энергия двигается мы наполняемся еще больше любой поднимаем выше поднимаем поток из зоны пуска из зоны пупка распространяем по всему организму море энергии разливается по вашему организму и вы начинаетесь купаться начинаете купаться в этом потоке энергии еще выше подняли в манипуру в сердечный центр в голову подняли руки ваши распускаются как крылья купаемся в этом ощущении моря энергии мы подняли с самого низа по всему телу распространили эту энергию оргазма так хорошо еще немножко пока еще поток мощный поэтому купаемся я не останавливаю его очень мощный молодцы девочки отлично отлично он еще больше разгоняется невозможно уже его остановить супер отлично делаем глубокий вдох я понимаю что мы в нем можем полчаса купаться делаем глубокий вдох выжимаем блаженство радость удовольствие вдыхаем возвращаемся в чат пишем что почувствовали да прилив сил заснешь ли после такого потока ну конечно заснешь он как сказать это наоборот на раскрытие потенциала энергии то есть это не для того чтобы мы так наполнились что потом неделю неделю там работали и так далее конечно наоборот тело трансформация пройдет очень глубоко так все тело гудит да пошла энергия отлично кайф все тело гудит зевала легкость и радость напишите пожалуйста у кого были ощущения близкие к оргазму или у кого получились оргазмические ощущения превосходно очень приятные волны и жар по всему телу приятные ощущения были да то есть это очень важно потому что суть этого упражнения в чем что я вам уже объясняла при оргазме человек теряет очень много энергии в этой практике если ее практикуем то мы энергию не выбрасываем а мы ее накапливаем по всему телу распространяем поэтому это принципиальная разница и это упражнение можно как настройку делать либо перед сексом да представьте вот такая наполненная плюс вы тогда в самом сексе вы себя не растратите вы не опустите потому что у вас есть потенциал так что-то похожее в самом начале Лена улыбка была смех в матке да 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 были оргазмные ощущения отлично отлично так еще чуть-чуть да отлично на самом деле я хочу сказать что вот кто может быть не очень знает что такое оргазм оргазм освобождает энергию сексуальную сексуальную которая скрыта в теле в виде жидкостей еще чего-то еще как духовную энергию то есть какие-то блоки что-то есть мы прокачиваем и это все освобождается и пространство раньше оно было забито какими-то камнями булыжниками ну условно да а теперь оно выровнено потому что оно прокаченное елена видела энергию похоже на оргазм видела отлично зинаида легкость приятные ощущения и поскольку сексуальная энергия обладает очень большой силой влиянием на человеческий организм представьте что если мы научимся использовать эту энергию для обретения молодости это же тогда потрясающе да совершенно другого уровня жизнь другого класса другого качества жизнь начинается и к сожалению вот в нашем обществе западном восточном есть понимание духовности и сексуальных практик а вот на западе нет такой культуры нас не воспитывают чтобы сексуальные отношения были наполнены духовностью поэтому так и происходит что беспорядочная бездуховная сексуальная энергия она является причиной разрушения организма поэтому многие пишут что есть мужчина есть сексуальные отношения но женские болезни тоже есть сексуальная энергия на самом деле она может быть причиной многих болезней когда она организм опустошает у него и так вот такой ресурс например а еще здесь на тебе затрать на оргазм столько сил и энергии дальше организм еще ниже нормы все его энергетический баланс ниже нормы опустился в поле энергетическом начались пробои почему секса не хочется потому что нет энергии сексуальная женщина у которой много энергии она хочет по определению потому что это приятно это классно это счастье это удовольствие это восторг это обмены это получение нового и так далее я могу об этом говорить очень долго то есть вопрос только в уровне энергетики вообще энергетика измеряется если вам известно такой прибор кирлиановское излучение когда газоразрядная лампа пальчики фотографируешь на ней и на компьютере выходит полная аура где там какие пробои какая площадь светимостью этого человека и те кто сейчас в чате писали что я ничего не чувствую я ничего не вижу дорогие мои девушки женщины задумайтесь о том что возможно вы никогда не работали с энергетикой со своей вам нужно просто начать изучение в этой области нужно изучать что такое чакры центры как с ними работать как себя наполнять иначе получается вы в современном обществе не знаете но это все равно что как зубы сейчас чистить а как можно в такой жизни в таком загрязненном мире не заниматься энергетическими практиками это значит все время тратить 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 себя организм стратился и ушел на другой свет но нету другого пути но если вы занимаетесь наполнением изучаете ну конечно да конечно это развитие и вообще конечно каждый решает сам выбор делает сам как использовать сексуальные практики во благо или во вред я хочу сказать только то что злоупотребление сексуальными практиками истощает организм и разрушает а если это правильное применение то оно восстанавливает и сохраняет молодость и об этом вы подробно узнаете в моем курсе раскрытия значит в моем курсе шокирующие секреты для стремительного омоложения здоровья и это идет именно в модуле раскрытия потенциала сексуальности и женственности то есть там все подробно как зачем почему как секс использовать на омоложение а не на старение и за это время конечно я все практики недавно вы сами понимаете что это просто невозможно я могу вас познакомить показать что да работает вы пишете да у вас есть результат вы почувствуете что да это мне приятно это мне что-то приносит новое я это хочу или не хочу и так далее то есть я хочу сказать что если вы курс приобретаете вы узнаете как получать удовольствие в сексуальных практиках и как доставить наслаждение своему партнеру при этом чтобы не разрушать а омолаживать организм и кто же заинтересовался курсом вы можете пройти по ссылке курса ниже трансляции кнопка заказать можете получить его сделать заказ оформить потому что для самых быстрых всегда самые выгодные предложения как эту практику часто можно делать вообще здесь нет противопоказаний здесь нет противопоказаний один раз в день если вы делаете то это очень хорошо особенно когда вы дышите яичниками и при этом забываем да подтягиваем все мышцы промежности мышцы малого таза все подтягиваем кверху то есть здесь тренируется все половые органы а если мы их не тренируем то это такие же мышцы они точно так же старятся и конечно же тогда невозможно говорить о невозможно говорить о молодости Татьяна как часто можно заниматься сексом ну здесь как бы я не даю конкретного расписания это я скажу только только в индивидуальной работе то есть если вы в курс придете я увижу ваше энергетическое поле ваш потенциал на что вы рассчитаны когда я могу прогнозировать насколько это невлиятельно и неразрушительно так как сейчас идет общее количество группы мне достаточно сложно индивидуальной консультации давать это не дело пяти минут нужно сделать диагностику и тогда сказать что вот здесь сексуальные практики это например какие-то половые практики а вот здесь сексуальные практики и дальше я говорю какие и вы выбираете да вот это я хочу о я хочу вот это или вот это или вот это и так далее да хорошо ну во всяком случае я вам хочу зачитать один отзыв пока у нас перерыв чтобы вы передохнули и я хочу вам зачитать один отзыв от одной девушки которая тестировала курс и она мне написала что неожиданно стала участником курса Инны Нефедовской в котором получила новый образ себя построила заново систему отношений с мужем проработала старое теперь я точно знаю почему отношения остыли как заново разжечь огонь любви а практикой было то что я дала своему любимому всю свою накопленную любовь тепло нежность заботу ласку энергию и сразу получила в ответ понимание умение слышать выслушать и зажигательный секс любить быть любимой сказка стала реальностью теперь осталось сохранить это волшебство трожатства любви молодости жизни теперь я искра из которой воспламенится пламя любви я верю я верю что так и будет ведь мысли материальны спасибо огромное Екатерина Дьякова вот то есть хотела поделиться что девушка попробовала те практики из курса и вот у нее вот такой результат получился что же тогда получается это за искусство белых тигриц и как сексуальные практики омолаживают и не разрушают они воздействуют не на не например не на какую-то только часть тела а здесь идет воздействие на полностью весь организм воздействие на тело на душу и на разум и плюс на дух вот когда идет в сексуальных отношениях взаимодействие на всех уровнях системно это развивает обоих и раскрывает новый потенциал а если это только тело тело трение качения стирается старится энергия тратится и ничего хорошего и мы с вами поработали поставьте сейчас ваши как вы себя чувствуете напишите поставьте пятерочки кому эта практика принесла наполнение энергии ну я вам сейчас могу сказать сейчас такое очень мощное поле энергетическое вот если здесь есть чувствительные люди знаете какая накачка вот даже осязаемое оно по плотности вот он его вот плотность энергетического поля между нами сейчас даже пощупать можно то есть я не знаю если есть какие-то экстрасенсы чувствительные вы сейчас наверняка это чувствуете наполнение здесь в зоне груди такое поле энергетическое плотное стало Наталья вот подтверждает Наталья что у вас всегда так вот то есть есть те кто уже проходили практики ну что ж отлично мы поработали на омоложение женской половой сферы и если спать захотелось это говорит о накопленной усталости Светлана то есть поток сильнее чем вы его можете прокачать начинает усталость выходить начинаем зевать почему зевать начинаем поток идет большой мощности начинается зевота выходит через зевоту через углекислый газ из человека выходит это неплохо это говорит о том что просто накопленная усталость человек у кого было так что вы начинаете разговаривать с другим человеком а когда человек говорит он энергетически очень мощно затрачивает энергию через голос уходит не знаю очень большой процент энергии сложно сказать у всех по-разному кто как тратится и например начинайте с каким-то человеком говорить а он зевать начинает почему так от вас поток идет в эту минуту этот поток то его прокачивает а у него усталость накопленная он начинает зевать из него выходит почему вы его прокачиваете своим светом своей энергетикой да вот людмила пульсирует сердечная чакра окей то есть мы с вами с телом поработали с душой поработали с разумом поработали практически еще вот с высшими силами с ангелами если хватит времени то с ангелами тоже поработаем и сейчас разум как раз у нас разум находится в зоне головы да и еще несколько упражнений я вам покажу которую мы вчера не сделали мы вчера занимались на прошлом вебинаре занимались омоложением лица и оно находится в зоне как раз где у нас проекция разума да то есть работаем с лицом а собственно и со своим мозгом своим разумом и на прошлом занятии мы вспоминаем что делали вот у Светланы Оржанниковой очень хороший результат то есть у нее какое-то повреждение нерва на лице и она вот там внизу вот которое Светлана здесь пишет она написала потрясающий отзыв насколько лицо поднялось потому что было перекошено мышца вот то есть мы с вами работали на зону глаз на овал лица и на височную на височную зону и сейчас я вам расскажу несколько еще упражнений как убрать носогубные складки кому интересно просветление в голове после практики обязательно Наталья представьте когда вы поднимаете энергию снизу вверх она прокачивает ваш организм и она же выходит через верхнюю чакру она прокачивает то есть весь мусор из головы когда идет поток энергетический весь мусор из головы уходит почему в святых местах так хорошо потому что мощный поток энергетический на местах силы этот поток через вас проходит свободные электроны из головы выбивают что такое свободные электроны на которых мыслительные процессы устроены когда вы не можете когда выбивается поток на свободные электроны вы мысли не можете связывать почему очищение голова пустая что это когда вынесло все мысли а это обязательно нужно иначе что организм как устроен не почистил дальше перегрузка сломалась да готовы вижу что готовы ну что ж хорошо я рекомендую делать практики на если вы занимаетесь например практиками сидя на стуле вы можете между колен зажимать коленями мяч и во время того как вы работаете с лицом вы можете одновременно сжимать колени разжимать сжимать разжимать и тем самым что тренируем опять же тренируем если еще при этом будете делать корневой замок младбанку будете поднимать мышцы промежность с талого таза вверх вы сразу захватываете несколько областей для тренировки одновременно и лицо одновременно и мышцы работаете с мышцами на омоложение на энергетику то есть два в одном мы экономим время энергию и если у кого-то есть можете уже попробовать мячик между коленем зажали и вот те кто просит морщинки в уголках рта как убрать практика на устранение второго подбородка это девочки все в курс там полный курс на омоложение лица на все мышцы здесь я все конечно во время вебинаров все не смогу показать Диана когда была в церкви в православной Египте видимо произошла очистка организма стала плакать и остановиться не могла энергетика сработала конечно если происходит если слезы идут естественно из глубины души никогда не задерживайте и никогда не стесняйтесь что скажут вот какая чувствительная там пробила на слезы ни в коем случае жизнь души должна проявляться если пошла эмоция и пошли слезы это же счастье у вас выйдет из вас блоки боли травмы в этот момент душа освободится что такое камень на душе кто-нибудь знает такое в народе говорят такую фразу на душе камень это правда камень что это это когда травмы боли проблемы блоки все это вот так слиплось и вот здесь женщина ходит с этой заблокированной сердечной чакрой или мужчина поток не проходит и он носит эту боль носит 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 дальше сердце бабах разбабахалось в инфаркт и линзон что это как можно до такого доводить организм ведь сейчас все знания доступны возьми пользуйся развивайся и все эти знания мы используем поэтому чиститесь отпускайте если есть еще смехотерапия когда наоборот из глубины души хочется сильно смеяться поэтому если хочется значит надо хохотать 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 и не обращайте никогда кто как на вас смотрит главное что в этот момент с вами происходит что-то замечательное верьте себе так ну что ж приготовились к следующему упражнению и сегодня мы работаем с вами на носогубные зоны или то есть наверняка вы знаете носогубные складки они вот здесь так итак первое упражнение первое упражнение приподнимаем щечки ручки положили вот таким образом как будто вы хотите крикнуть ауууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу Сначала разогреваем и разогреем лицо. Положили. Положили ручки на лицо. И тепло ваших рук сейчас наполняет ваше лицо. Еще раз разогреваем. Сильно-сильно-сильно-сильно до коричневого состояния. И еще раз положили. И руками чувствуем руки на лице. Сейчас лицом чувствуем руки, что они лежат на вашем лице. А теперь руками чувствуем лицо, как будто в руках ваше лицо. Это совсем другое ощущение. Так, хорошо. Еще раз побрели. Греем. Греем, 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 греем. Так, и вот сейчас уже делаем такую... Такую, как будто мы хочем крикнуть. Ау-у-у! Такую позицию. Что мы делаем? Мы сейчас будем как будто приподнимать щеки. Нужно в это время... Нежно, очень нежно, да? То есть кожу не растягиваем, кожу. Аккуратно надавливаем вверх и в стороны. Вот попробуйте щечки приподнять. Щечки приподнять вверх и в сторону. Приподнимите щечки. Раз. И выполняем таким образом. 30 секунд. Засекаю время. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Вверх и в стороны. Вверх и в стороны. Щечки приподнимаются. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Двадцать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Тридцать. Ну вообще можно делать и больше. То есть здесь как бы можно минутку-две делать. Напишите ваши ощущения. Отдельно курс по массажу лица купить нельзя. Почему в этом нет смысла? Потому что заниматься только омоложением лица и не работать с другими системами организма бессмысленно. Причина не устраняется. Вы работаете со следствием. Следствие это то, что на лице. А если причина не устраняется, то эффективности особой не будет или будет временно. Странные ощущения. Еще у кого какие. Мы только начали. А, по-моему, складочки уменьшились. Вот попробуйте в зеркало смотреть. Гайморовая пазуха справа болезненна. Хорошо. Сейчас мы тогда опять я буду целительством с вами заниматься. Интересное ощущение руки-лицо. Конечно. Верю. Посмотрела в зеркало. Да, если у вас есть рядом зеркало, сразу делайте. Потому что давайте немножко организм полечим. Значит, вот этими костяшечками давайте пройдемся по точкам организма. Они будут болезненные, но они должны быть немножко болезненными. То есть они ощущаемы должны быть. Они не могут быть неощущаемы. Биологически активные точки, они ощущаемы. Но они бывают чересчур болезненные. Вот это уже как бы выходит за норму, выходит за предел. Если вы делаете это упражнение, то все поменяется, они придут в норму. Значит, давайте ручки разогрели. Так, берем, значит, вот эти костяшечки. Первые точки, это вот показываю. Это начало бровей. С одной и другой стороны. Нажали, нажали 10 раз каждую точку. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь вот сюда поставили. Сантиметр, два выше бровей с обоих сторон поставили. Раз, два. Нажатие делаем. Пульсацию. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь что делаем? Ручку растерли. Делаем крылья носа. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь что делаем? Крылья носа с двух сторон. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Теперь точка под носом. Нос и верхняя губа. Вот здесь точка есть. На нее нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше идем. Точка под нижней губой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Дальше под скулами, вот здесь точки нажимаем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И последние точки козелки уха. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Возвращаемся, пишем свои ощущения. Дышим свободно. Во время этого упражнения свободно дышим. Были ли болезненные эти точки? Ага. Шикарно, усталость прошла, отлично. Ухо больно было, да? Сегодня болезненных точек нет, но поздравляю. Значит, все хорошо. Так, были синуситы, гоморит. Но у кого вот гоморит, синусит, нужно делать. Это обязательно, да? А у бровей поболезненные. Угу, только у правого уха. Возле уха. Хорошо, идем дальше. Положили мизинцы. Мизинцы на носу губные складочки. Вот ваши складочки. Вот так положили ручки. То есть, ладошка прям полностью входит в носу губную складочку. Что мы делаем с вами? Нежное надавливание делаем. Такое мягкое толчковое движение. Пульсацию. Подтягивая лицо вверх, делаем такую пульсацию. Толчком. Раз, два, три, четыре, пять. Вдавливаем, как бы ручки вдавливаем. И они вверх поднимают лицо. Раз, щеки. Все лицо здесь поднимается. Так, со счета сбилось. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Заканчиваем. То есть, вдавливаем такое мягкое толчковое вдавливание. Оно подтягивает все лицо вверх. И возвращаемся, пишем ощущения сейчас. То есть, как бы, с каждым разом мы все глубже воздействуем на зону лица. Оттянутость, приятные ощущения. Так, еще. Ощущения, ух ты. Яна, вот вы ушли с прошлого занятия, а я вам ангельскую информацию давала, а вы мне так и не ответили. Тонус чувствуется, бодрость. Все лицо разогрелось. Отлично. А в зеркало на себя смотрите, какие изменения. Лицо стало живым. Хорошо? Еще. У кого какие изменения? Свежесть, у Антонины. Сияю, Наталья, поздравляю. Хорошо. Следующее упражнение. Улыбка солнцу. Так, разогреваем ручки снова. Носик гудит. Здорово. Носик гудит. Здесь канал идет энергетический. Вот именно вот через это место. Это хорошо прокачанная энергия. Появилась улыбка на лице. Так, хорошо. У кого нет изображения, вам надо флеш-плеер закачать, закачать такую программу. У вас нет флеш-плеера, поэтому не показывай. Значит, что мы делаем? Поставили пальчики вот так. Вот так поставили. Значит, указательные на крыльях носа, остальные около губ. И два касаясь пальцами кожи, очень нежно выполняем такие медленные, поглаживающие движения от середины губ к ушам, как будто вы хотите нарисовать улыбку. Делаем это 20 раз. Раз. Два. Три. Очень нежно рисуем у себя улыбку. Четыре. Расслабленными руками не напрягайте. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Ну что, возвращаемся, пишем, что сейчас. Улыбку до ушей сделали. У кого сейчас ощущение, что улыбка до ушей? Такое смешное состояние сейчас на лице. Легкость. Улыбка появилась улыбка. Улыбка до ушей. Так и да, 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 да. У меня тоже, да. Как будто до ушей такая растянутая. Но это очень здорово, потому что лицо же открывается при этом. Улыбка у меня, шея болит. Шея болит, надо массаж делать, значит, обязательно. Смотрите, сколько блоков сразу выходит. Мышечные зажимы. Они же вам нервы зажимают. Молодость на лице. Хочется смеяться. Да. Давайте посмеемся. Давайте похохочем. Лицо непроизвольно улыбается. Ага, Яна всегда, Инна, я всегда восхищаюсь вашими руками. Да, спасибо, Яночка. Хорошо. Сейчас тоже такое, значит, следующее упражнение тоже с улыбкой. У нас сегодня улыбчивый вебинар. Лицо вспоминает маму в детстве. Здорово, здорово, какие хорошие пошли эмоции. Да, да, Валерия, да, пишет. Улыбка комфорт, оплатила заказ на 11800 на карту. Отлично. Да, уже пришел, уже по телефону сообщили. Валентина, вы с нами. Кто вписывается в программу ВИП? Я хочу сказать, что есть два варианта. Первая группа занимается со мной в январе. Вторая группа занимается в Таиланде. Два варианта программы ВИП. Выбирайте для вас удобный, комфортный. И вписываемся. Мои дорогие красавицы. Я хочу вас делать красавицами, передать, поделиться своей энергией, своими знаниями, своими качествами, своими возможностями. Ну что ж, следующее, опять у нас упражнение. У нас сегодня улыбчивый вебинар. Смотрите, мы сколько раз с вами делали упражнение с улыбкой. Мы делали, улыбались вашим пупочкам. Центр моря энергии. Энергетический центр моря энергии. Улыбались животиком. Мы улыбались с вами. Улыбку до ушей. Мы с вами еще что делали? Улыбку со щипком сейчас будем делать. Вот сейчас такую сделайте за щипку. Ну легкий такой щипок сделайте, скуловые мышцы. Ни в коем случае не растягивайте кожу. Слегка просто вот прихватили, да? То есть никогда мы кожу не растягиваем, потому что нет смысла в этом. Дальше. Вот захватили. Теперь медленно улыбнитесь и задерживаем улыбку в финальной точке на шесть счетов. Медленно улыбаемся, растягиваем. Задержали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Расслабились. Расслабились, губки вернули. Легко фиксируем мышцы, продолжаем. Улыбаемся, медленно растягиваем рот. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Расслабились. Еще раз. Медленно улыбаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Расслабились. Расслабились. Еще раз. Медленно улыбаемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Еще раз. Медленно улыбаемся. Последний раз. Два, три, четыре, пять, шесть. И еще один совет. Против носогубных складок не поджимайте губы. Если у вас есть привычка напрягать, поджимать губы, это создает морщины, глубже делает носогубные складочки. Поэтому образование складок способствует. Старайтесь следить за лицом, чтобы губы и щеки были расслаблены. Снимаем напряжение каскадным, каскадным дождиком. По лбу, от лба к вискам, от основания носа к вискам, от крыльев носа к верхушке уха, от середины губ к середине уха и от подбородка к основанию уха. Подбородок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Шею вверх вот такими поглаживающими движениями прогладили. И теперь снимаем с головы, такую шапочку узкую снимаем с головы и с лица. Еще раз с головы и с лица. Ну что ж, сегодня наше упражнение подошло к концу. Напишите в чате, что чувствуете. Светлана. Если хотите упражнения на веки, на глаза и так далее, вписывайтесь в модуль. Видеокурсов фейс-контроль. Вы получите видео уроки для омоложения лица, шеи, избавления от морщин, формирования упругого контура. Вы уже попробовали, почувствовали результат. Пишите сами, что это эффективно, эти упражнения эффективны. Вот какие результаты. Лариса, прилив сил удовольствия. Яна, ощущение, как ребенка за щечки пожулькали. Раскрылись глаза. Наталья, великолепно, спасибо. Алла, лицо сияет, приятные ощущения. Упражнения классные, Ирина. Да, отлично, отлично. Очень рада, очень рада, что вам всем приятно, что у вас хорошее, отличное настроение. Для этого мы с вами собираемся. И для того, чтобы вам показать, для тех, кто хочет со мной дальше пойти, устранить морщины на лице, на шее, в зоне декольте, стереть со своего лица 5, 10, 15 лет, узнать секреты молодости, красоты, привлекательности, все применять на себе, стать единственной желанной для своего мужчины. Вписываемся в курс. А есть ли у вас тема болезни коленей, практика выздоровления? Это Лариса, если только на индивидуальную консультацию. То есть, чем отличается работа сейчас и работа в курсе? В курсе вы попадаете в закрытую группу ВКонтакте, вы можете практически абсолютно задать любой вопрос. Я вам смогу дать консультацию, могу дать практику, дать рекомендацию, что, например, у вас вот этот или этот процесс. А здесь, в общем, невозможно проконсультировать каждого. Здесь возможно сказать максимум 3 предложения для каждого. Наталья, можно ли оплатить стандарт, доплатить ВИП потом? Наталья, если вы хотите брать программу ВИП, то вам лучше выписать программу ВИП и оплатить ее в рассрочку. То есть, часть сейчас, часть потом. Почему? Потому что на следующей неделе цена повысится, предложение будет другое на следующей неделе. Цены повысятся. И тогда у вас доплачивать ВИП разница большая получится. Если вы решили, например, точно брать уже программу ВИП, то лучше всего вам выписать счет на эту программу. И тогда у вас эта стоимость закрепляется. Дальше. Будет ли сегодня ангел? Ну, во-первых, я еще не рассказала, что будет в курсе. Поэтому я хочу рассказать еще тему, у кого появилось желание получить весь курс полностью. Порадуйте меня плюсиками, кто со мной хочет заниматься. Мне это очень важно знать. Занятия подходят к концу. Наверняка те, кто дальше не идут, то они уже могут уйти. Я сейчас остаюсь с теми, кто хочет дальше заниматься и задать свои вопросы, рассказать, что будет дальше. Вживое есть желание, да. В рассрочку. Можно, да. То есть, девочки, определитесь просто, с какой программы. Если это программа стандарт, то вы часть платите сейчас, часть, значит, через две недели, в течение двух недель. Рассрочка идет в течение двух недель. Если вы все-таки хотите доплатить ВИП, то лучше выписать на ВИП. Ну, выгоднее будет, я просто рекомендую, потому что на следующей неделе, если цена повысится, вам будет дороже. Про срочку, как, еще раз говорю, часть вы платите, 50% вы оплачиваете сразу, то есть в течение двух дней, потом счет аннулируется. И в течение двух недель вы можете доплатить другую часть. Так, да, Наталья заказала отлично. Ну что ж, идем дальше. Что у нас еще в курсе? Значит, мы работаем с органами женскими, да. Например, да, ну, кстати, вот правильно, Веления, смотрите, что я хочу сказать. Вопрос в том, насколько цель поставлена. Потому что я бы не достигла вообще в жизни никаких результатов, если бы я не верила, что мне что-то нужно. Если я в жизни встречала тех учителей, я до сих пор учусь, я работаю в академии, у меня есть учитель, и мы встречаемся, мы ездим в экспедиции, мы работаем с людьми. То есть если бы я не встречала, ну, встречала людей, они мне дают какие-то предложения, у меня нет денег. И если бы я цель не ставила, мне это надо. Я говорю Вселенной, что мне это нужно. Мне это нужно, и я обязательно это пройду. Дальше что происходит? Если это нужно, Вселенная-то начинает идти навстречу в желании. У кого же так было, что вы цель поставили, откуда ни возьмись, появились деньги? Кто-то долг отдал, кто-то там каким-то образом заработал, деньги откуда-то пришли. У кого же так было? Ну, нет другого закона в жизни, понимаете? Деньги приходят под цель. Да, вот Наталья сказала, когда есть цель, деньги будут. Почему? Ну, человек сказал, это мне нужно. Всё, он других вариантов не предполагает. Ну, конечно, если вы скажете, ой, ну вот я хочу, ну я вот буду думать. А Вселенная что говорит обратно? Исполнена, думай. Да? Дальше. У кого были такие ситуации? Я же работаю ещё с денежными тренингами, и мы работаем на увеличение дохода. У кого такие ситуации были, если вы говорили, у меня нет денег? Дальше что Вселенная отвечала? У тебя нет денег, исполнено. Ты это сказал. То есть, понимаете, мысли материальны, поэтому я вам говорю по своему опыту, ставьте цель, деньги будут приходить тогда под цель. Как нужно практиковать ежедневно? Женские практики можно ежедневно. Практики налицо. Я рекомендую делать перерыв 2-3 дня в неделю. Да, вот я написал согласно, и девочки написали, что да, откуда ни возьмись, подарили, и пришли деньги. Татьяна тоже так была. Поэтому пользуйтесь этим. Причём пользуйтесь этим всегда. Если вы хотите постоянных результатов жизни, развития своего, ну невозможно стоять на одном месте в таком сложно развивающемся мире. Мир всё время уходит, всё время усложняется. Поэтому нужно всё время наращивать какие-то свои новые возможности. И мы это делаем. Если, Ирина, если что-то кем-то заблокировано, давно длится, ничего не срабатывает. Уже не знаю, что с этим делать. Но, Ирина, нужна консультация, нужно просматривать, что конкретно в вашей ситуации. Ну как здесь достаточно сложно сказать. Я посмотрю, что у вас по ангелам, но это будет в самом конце. Может, вы какую-то реализацию не выполняете, какие-то свои задачи не выполняете, и происходит именно так. Скорее всего, именно это. Вот мне сейчас приходит информация, что-то вы не выполняете в своей жизни. То есть, смотрите, один из блоков в этом курсе, один из модулей, вот как раз давайте поговорим про это, это внутренняя трансформация. Но какой смысл? Вот смотрите, мы внешне омолаживаемся, а внутри боли, травмы, программы негативные. Чтобы вернуть здоровье и молодость, что необходимо? Полиэнергетическое очиститель, тех программ, блоков, психотравм, болезни и так далее. Что вы получаете на курсе? На стройку, целительный энергетический поток. Мы укрепляем всё время ваше энергетическое поле разными практиками. Мы освобождаем эти блоки, укрепляем энергетический каркас. Энергия свободно начинает циркулировать в теле, насыщает энергией, растворяет, выводит блоки. Дальше, конечно, у вас освобождаются эмоции, чувства, появляется радость жизни, раскрывается сердце, пробуждается какая-то другая осознанность, ясность мышления. И для этого не просто нужно почистить. Вот раз, один раз практику прошёл, и думаешь, ой, всё, я почистился. Самое главное, запрограммировать свою жизнь на успех. То есть предотвратить появление повторяющихся негативных уроков. Например, прошлые отношения были несчастливые, и следующие встречаешь точно такой же мужчину, только в другом внешнем виде. А опять отношения несчастливы. Главное, это вот это предотвратить. Вас качественно на новый уровень надо быть вывести. Вот, поэтому нужно очиститься и психоэмоционально, и ментально. Нужно научиться по-новому думать, по-новому чувствовать, по-новому действовать. Вот этому способствует, например, трансформационной медитации. Потому что те медитации, которые вы получите, они ещё как программа в вашем подсознании длительное время работают, работают, работают. Раньше вы влипали в эту ситуацию, а сейчас уже не влипаете. Почему? А у вас сейчас записан образ богини. А раньше? Раньше не было этого образа. Раньше была пониженная самооценка. То есть и так далее, и так далее. И этот блок, этот модуль как раз вот сейчас говорю для Ирины. Вот Лариса написала, у меня всё на три дня, потом то же самое. То есть, значит, нужно работать ещё с внутренней трансформацией. Мы с этим будем в этом блоке работать. Так, дальше. Что у нас ещё? Сейчас я вам покажу, что у нас ещё. Я отключаю видео, чтобы включить следующий слайд. Ещё у нас есть упражнения на гибкую талию и позвоночник. То есть, это уже работа с телом. Как сделать позвоночник гибкий, да? То есть, какие упражнения, что нам нужно для того, чтобы развить у себя гибкость, которая была раньше в молодости. Даша, добрый вечер. Ощущение, что я не могу выпрыгнуть, вылезти из рутины, хотя программирую себя на новый уровень пока никак. Но обычно, Даша, бывает в жизни так, что когда человек сам не может уже подняться, то что я могу сказать? Нужны горизонтальные вертикальные связи, которые вас вытащат из какой-то ямки. И вы сами говорите самостоятельно, никак. Что такое горизонтальные связи? Это ваши наставники, люди, которым вы доверяете, что они вам могут помочь. Это связи, ниточки, которые вас вытягивают. Это вертикальные связи. А горизонтальные – это ваше окружение, но другого качества. Другого качества люди, успешные люди, которые развиваются, раскрываются возможности. Они могут вытянуть. Если нету этих ниточек, ну как же это из болота тянуть в бегемота. Если сетка есть из таких ниточек, она вытянет. А если нету связи, ну откуда же самому выбраться, когда потенциал энергетический маленький. Поэтому пока так. Ну что же, вот девочки хотят про гибкость, про лёгкость. То есть у нас эти упражнения будут. Дальше. Невозможно быть молодой и здоровой, красивой, сексуальной, если организм что? Не очищен. Если мы, представьте, у нас есть фильтры в организме. Это, а кстати, напишите, какие вы фильтры знаете? Какие фильтры очищают, фильтры очистки нашего организма вы знаете? Светлана, на этой неделе самые выгодные скидки по нашим программам. То есть, если вы хотите участвовать, выписывайте на этой неделе счёт. На следующей неделе повысится курс, будет другое предложение, потому что почки, печень, ещё кожа, лёгкие, да, гланды. Ну правильно. Да, то есть смотрите, у нас есть кишечник, да, печень, почки. Слёзы. Вот. То есть представьте, наши фильтры забились какими-то ядами, какими-то шлаками. Если, например, они забиты, они не очищают организм. Можно ли быть молодым при таком состоянии? То есть, конечно же, это вряд ли. Поэтому у нас будет с вами курс на очищение организма. Я буду вам давать варианты. То есть не один вариант сделать так и так. Я скажу, который, допустим, вариант, который, ну, допустим, не подходит, да. Но я, это не факт, что подойдёт вам, потому что вы можете работать, и вам это будет некомфортно. Поэтому я буду давать несколько вариантов, и вы будете из них выбирать. Что такое это очищение через какие-то препараты определённые и очищение через естественные, натуральные продукты, через соки, через системы. В общем, очень много вариантов там. Так. Что делать, если я живу в месте, которое энергетически не подходит, а муж на нём настаивает? Значит, нужно это место сделать комфортным, Лена. Нужно здесь делать, нужно делать уютным, комфортным, рождать там любовь, и от этого уже всё произойдёт. Так, ну что ж, наше занятие подходит к концу. Я вам рекомендую сейчас вписаться в курс, получить его полностью, потому что выгодные скидки и цены на этой неделе. С каждым разом вы будете всё больше получать материала, и потом его будет столько, что вы вообще ничего делать не будете. Просто попадёте в информационную яму, потому что вебинаров будет много бесплатных. И на следующей неделе вы уже не запомните, что было на этих вебинарах. И захотите получить весь курс, потому что будете видеть и чувствовать результат. Но стоимость-то его повысится уже на следующей неделе. Поэтому лучше прямо сейчас выписать счёт. Вы можете выбрать программу стандарт, программа будет в записи, но она практически полная. Единственное, что там нет подписки на фейс-контроль, на омоложение лица. Там три урока. И то это очень большой объём. Просто огромный объём работы вы получаете. Это гораздо меньше стоит вложений, которые в этом объёме. То есть вот те, кто уже получил по стандарту, они уже понимают, что это не пять занятий посмотрел, и всё на этом. Три месяца на три месяца работы. Программа ВИП, естественно, это и плюс фейс-контроль, полностью подписка на все видеоуроки и занятия вживую с консультациями в закрытой группе. У вас будет индивидуальный доступ, домашние задания там, и будем общаться. Если у вас какие-то есть вопросы, например, постесняйтесь где-то их публиковать, то там можно будет любые вопросы задавать. Ну, конечно же, набирается группа в Таиланде, ещё раз говорю, и она набирается совсем недолго. Буквально до, ну, наверное, скажем так, 25-го, я думаю, до 25-го декабря потом цены уже повысятся и на отели, и на самолёты, и будет это очень дорого. Я взяла время, когда самые максимально низкие цены, поэтому формирую. Будет один человек, один. Не будет людей, я поеду одна. Будет 150 человек, поедет 150. Роль не сколько людей поедет. Роль в том, что событие созреет такое, какое оно необходимо. Вот у кого появится такая возможность, значит, те и должны быть в этом событии, и это будет замечательно. И самое главное и приятное, у нас же сегодня с вами день улыбок, поэтому улыбнулись. Перед тем, как я скажу, следующую информацию приятную. Так, не все ещё улыбнулись до ушей. Конкурсы. Конкурсы. Вот. Хорошо. Самое главное, что вы будете участвовать в конкурсах в разных, но два, во всяком случае, три уже конкурса объявлены. Первый конкурс для тех, кто оплачивает любую из программ, вы будете участвовать в розыгрыше. Розыгрыш мы в бесплатном доступе будем делать, всех пригласим, чтобы все порадовались. Но участвовать, конечно, будут те, кто оплатили. Розыгрыш путёвки в Турцию. То есть путёвка стоит 32 500 рублей, но вы её получаете, получается фактически только в цену этого курса. То есть вы платите за курсы, участвуете в розыгрыше, и кому-то эта путёвка достанется. Этот розыгрыш будет после 20 декабря. Дальше второй конкурс у нас объявлен. Если вы приглашаете на страницу зарегистрироваться, страницу, ссылочку сейчас скину вам в чат, своих друзей, говорите, чтобы они писали, от кого пришли. То есть кто больше всех зарегистрирует, вот эта ссылочка, где вы все попали на страницу регистрации, вот на эту страницу, когда, например, ваш друг регистрируется, пусть он пишет, я пришёл от Яны, и меня пригласила Яна Огурцова. Тогда понятно, сколько человек зарегистрировалась от Яны Огурцовой. Кто больше всех пригласит, тому будет курс бесплатно по программе «Стандарт». И ещё один конкурс у нас объявила, Татьяна, пожалуйста, бросьте ссылочку, в группе ВКонтакте. Сейчас она у меня не открыта, эта группа. Сейчас я её открою. В группе ВКонтакте у нас объявлен конкурс. Те, кто напишет лучший комментарий, лучший отзыв, ну вы сами прочитаете. Сейчас ссылочка на группу. Я вам дам ссылочку на группу. Спуститесь вниз, поищите, где этот конкурс объявлен. И там всё написано. На лучший отзыв, на лучший комментарий, кто напишет. И больше всех лайков соберёт за эту статью. Пригласит на тренинг, опять же, да. То есть не просто лайки, но ещё приглашайте на тренинг. И тоже, значит, мы объявляем подарок. Бесплатно мой тренинг. Вот такие подарки для вас. То есть смысл какой, что, ну, Вселенная закон работает брать-давать. То есть если получить что-то просто так бесплатно, это просто не будет цениться. Один-два раза три человек поделает, и это будет валяться, как гигабайт из качанных тренингов на полке. Когда человек за это внёс какую-то энергию свою, то, конечно же, человек будет этим пользоваться, потому что была необходимость попробовать это внедрить, сделать и так далее. Да, итак, я сегодня... Кому же я хотела? Ирине, да? Ирина Барханская. Я с вами разговаривала, да, насчёт проблемы. Ирина, поставьте плюсик, да или нет? Да. Так, ну что ж, сейчас, секундочку, я вам поставлю замечательную картиночку, которую я вам приготовила. А, она не загрузилась, да? Хотела вам показать ангела потрясающе. Хорошо, без картиночки. Давайте мы с вами поработаем. То есть, что хочу сказать. Последний бонус. Для первых десятерых человек, кто оплачивает 10-20, посмотрю. Посмотрю, сколько счетов выписано. Оплачивает курс. Будет информация, если интересно, в бонус по предсказаниям ангелок. Что это такое? Ну вот сейчас скажу по Ирине. То есть, каждый знает, что у каждого есть свой ангел-хранитель. И как бы ангел-хранитель помогает в решении каких-то задач. Если, например, не выполняет человек свои задачи в жизни, что происходит? У него начинаются проблемы. Ему высшие силы подсказывают. Ты не туда идёшь, ты не то делаешь. И так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, как выглядят ангелы? Ну вот такие. Я вижу, как энергетическую сущность, например. То есть, энергетическую сущность, такого серебристого цвета. И как бы получаю мысли, я мысленно читаю информацию, которая идёт. Ну вот что насчёт Ирины я хочу сказать. Как бы получается, какое-то тёмное помещение, пространство, скажу так. Вот тёмное помещение, оно не освещено. И почему так происходит? Потенциал очень мощный для духовного развития. Ангел на проекции, который именно отвечает за духовное развитие. А реализации этой нет. Или она потенциально есть, но не проявляется. А это на самом деле, по сути, самая важная задача пребывания на Земле. То есть, способствование любому, решение любого вопроса идёт только через духовное развитие. То есть, именно ваш ангел вам будет помогать в сложной ситуации, если и те вопросы, которые вы решаете, находятся в ведении высшей сил, когда вы, ваши цели связаны с какими-то духовными вариантами, связаны с любовью, с самоуважением, отдачей. То есть, как бы, надо немножко не на внутрь себя, а немножко на мир сориентироваться. Что там, что, где я могу отдать, и тогда мне взамен какой-то эквивалент придёт, какой-то отдачи. А чтобы найти свой правильный путь, своей духовной, скажем так, реализации, нужно понять, а во что вы хотите вкладывать любовь и силу. То есть, вот здесь подумайте, во что вкладывать любовь и силу. Если у вас потребность в общении, значит, сюда вкладывайте. Если в обретении, там, как можно больше людей для вашей реализации, сюда. То есть, вот в этих вопросах уже, когда вы поняли, что вы хотите, что, куда вы хотите вкладывать любовь и силу, тогда смело обращайтесь к своему ангелу, он вам только открывать двери будет. Ну вот, во всяком случае, пока так. Ангел духовного развития вам проецирует задачи. Ищите, задавайте такие вопросы, Ирина. Задайте вопрос, куда я могу приложить любовь и силы. Задавайте его чаще. Информация должна приходить через внешний мир. Например, вы включите телевизор, услышите какую-то фразу, откройте книгу, услышите какую-то ключевую фразу и так далее, так далее, так далее. Так вы получите какие-то наводки, потому что это подсказки из мира. А вы сейчас ориентированы, ну вот, как, если взять электромагнитное поле, то линии идут внутрь. А нужно, чтобы эти линии теперь изнутри во внешний мир пошли. Вот так я вижу, как бы, вашу оболочку. Вот. Валентина, люблю своих ангелов, они мне очень помогают, благодарю. Да, конечно, но мы же как-то связаны с высшими силами. Можно называть ангелами, можно называть высшими силами, как угодно можно назвать. Но главное, эта связь есть, и нужно чувствовать ее и использовать в своей жизни. Как понять, что надо делать, куда идти. Ну, сегодня я только одному даю человеку консультацию. То есть мы и так уже задержались. Я сейчас передаю слово Сергею Нефедовскому. Сергей ответит на технические вопросы, потому что вот счет почему-то не пришел на почту. Может быть, вы неправильно счет выписали. Сергей поможет вам сейчас выписать счет. Сергей, меня слышишь, да или нет? Люсик. Или включайся. Значит, дорогие девушки, я вам желаю удачи. Мы с вами встречаемся 13 декабря. Через день. Мы работаем не каждый день. Через день встречаемся на наших бесплатных вебинарах, чтобы показать вам значимость курса, чтобы показать вам те возможности, которые вы можете уже получить и иметь в своей жизни, и те результаты, которые вы можете иметь. Сергей. Так, сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Сергей мне помогает. Он на технические вопросы отвечает. Сергей. Раз, два, три, раз, два, три. Как вы меня слышите, напишите, пожалуйста, в чат от одного до десяти. О, теперь у меня видно даже. Замечательно. Так, десяточка. Хорошо, давайте им поблагодарим виртуальными аплодисментами. Поставим восклицательные знаки за замечательную просто вебинар. Я, как всегда, сегодня старалась только для вас, дорогие дамы. Смотри, как тебе благодатны всем. Так, хорошо. Сейчас вам маленькую информацию скажу по поводу записи вебинара самого. Просто бывает то, что много раз в чат пишут, будет ли запись, будет ли запись. Запись будет примерно через час после окончания самого этого вебинара. Она будет выставлена на ровно сутки, на 24 часа. После этого она будет убираться уже в платный доступ. Поэтому успейте в течение суток посмотреть, те, кто успел полностью попасть на вебинар. Сейчас вы можете заказать курс программы Стандартли на VIP. Я вам помогу, отвечу на ваши технические вопросы. Комментариев очень много на все вопросы. Но вебинар, к сожалению, не успевает ответить. В платном тренинге уже будет индивидуальная работа с каждым из вас. Хорошо, сейчас ваши вопросы в чат напишите. Я их посмотрю, почитаю и постараюсь вам помочь по поводу оформления. Так, Наталья, скажите, пожалуйста, через какую систему вы заказывали? То есть, саму платежную систему через какую заказывали? Пайппол. Ну вот, и мы сейчас параллельно в мониторе, как я понял, считаю, видимо, заказ, сама оплата не прошла. Так, заказали через Яндекс. Хорошо, сейчас будем параллельно сразу мониторить, смотреть, у кого пришел заказ, у кого нет, и на вас будет параллельно отвечать сразу в чате. Хорошо, хочу немножко рассказать вам про VIP-тренинг, пока вы пишете свои вопросы. Тренинг будет проходить онлайн, вы сможете писать ими в закрытой группе ВКонтакте, как она уже до этого говорила. Можете там задавать свои личные вопросы, там будут выставлены разные домашние задания. Также вы сможете задавать любые вопросы на тему умоложения, здоровья и любых проблем в отношениях. То есть, все любые вопросы можете там отписывать на стеночке. Также сможете задавать вопросы и получать именно ту технику, которая сработает на ваш результат и на решение вашей проблемы. Так, сейчас чат почитаем. Так, Рита, к сожалению, прошлое занятие уже ушло в администрацию, но сегодняшнее занятие вы можете в течение суток посмотреть. Опять же, повторяюсь, через час, примерно где-то ближе к 12 ночи, мы выложим бесплатный доступ к запись этого вебинара. Смотрите, чуть выше окошки самой трансляции есть кнопочка «Запись вебинара». Вы на нее проходите и там уже увидите саму запись этой трансляции. Так, сейчас попрошу, Инна, скиньте мне, пожалуйста, ссылку на список наших заказов, чтобы я просто ее не нашел сейчас. Или, Инна, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Счет, да, нужно выписывать. Это точно вам говорю. Так, что у нас дальше? Сейчас, на данный момент, уже достаточно, кстати, много заказов, вот я смотрю. Кто очень хочет, допустим, и может оплатить сейчас, то есть возможность рассрочки до 25 декабря. Но для этого вам сначала необходимо отписать на почту, так, ссылочку, вот вам в чат почты, отписать на почту в техподдержку то, что вы хотите сделать рассрочку. То есть предупредить. После этого вам необходимо сделать первую часть оплаты и потом в течение двух недель уже сделать вторую часть. То есть, если же не будет вынесена вторая часть оплаты, у вас, ваш счет автоматически, он будет анонимирован, к сожалению. Так и работает наша система. Если вы выписали счет и не уплатили его, так же в течение двух дней ваш счет автоматически уже сгорает. Поэтому в течение двух дней необходимо сделать, произвести оплату. Сейчас я...